В этом фильме мы продолжим знакомиться с разными группами. В отличие от предыдущего фильма, в этом мы увидим, как мы создаём все эти разнообразные группы, и как мы с ними работаем в Active Directory. Тут мы увидим практическое применение знаний из прошлого теоретического фильма. Вот он наш Active Directory Users and Computers. И тут у меня набор данных, которые я устроил заранее. Тут у меня филиал в HIFE со всякими разными OU и POD-OU, согласно структуре нашей компании. Согласно её иерархическому устройству. Давайте зайдём в интерфейс создания групп. Прежде всего, мы создадим локальную группу. Правый клик на Sales Personal New Group. Я хочу создать локальную группу, которая займётся распечаткой на нашем цветном принтере. Как вы помните, мы создаём локальные группы для управления ресурсами. Группа Color Printer – только распечатка. Как вы понимаете, это слово «принт» означает, что у этой группы будет лишь право распечатывать. Как вы помните, поскольку я хочу наделить эту группу правами, я выбираю тип Security. И, поскольку это группа, которая относится к какому-то ресурсу какого-то конкретного домейна, я выберу её тип Domain Local. Группа создана. Теперь наделим её полномочиями касательно того самого цветного принтера. Вот он, наш цветной принтер, один из этих. HP Color, например. Правый клик на него. Properties. Разумеется, если мы хотим, чтобы к этому принтеру был сетевой доступ, то принтер должен быть общим. И так и есть. И мы тут имеем Tab Security. Внимание! Tab Security. Add. И я теперь выбираю соответствующую группу, ту самую, которую мы создали. Внимание на ту группу, которую я выбираю, Color Printer. Тут можно упорядочить список групп по алфавиту. Вот. Внимание! Color Printer Print. Окей. Окей. И я наделяю касательно его полномочиями Allow Print и только Apply. И вот всегда, точно так же, как сейчас, когда у меня есть какой-то ресурс в сети, как то принтер или же папка с общим доступом и так далее, я просто сразу же создаю для него локальную группу и накладываю на нее соответствующие права. Но так же может быть, что некоторым пользователям я хочу дать доступ к полному управлению принтером. Так что я заранее заготавливаю еще одну дополнительную группу. И вот именно так вот правильно работать. Группу я называю Color Printer Full Control. Опять же, Type Security, Domain Local. Окей. Тут уже все повторяется. Суть вы поняли. Теперь мы зайдем в принтер и в принтере добавим группу с соответствующими полномочиями, которые мы добавим. Security, Add. Внимание, я начал набирать Color. Это гораздо проще, чем пускаться в поиски. Выбираю Full. Отмечаю все полномочия, которые мне нужны. Print, Manage Printers, Manage Documents. И Apply, и ОК. И на этом я заканчиваю формирование локальных групп, которые касаются объекта типа принтер, ресурса принтера. А теперь давайте обратим внимание на создание группы Global. Правый клик, New, Group, Sales Personal. Тип я выберу Security, Scope Global, ОК. Это у нас глобальная группа, то есть я могу с ней ходить от домейна к домейну. Вот она группа Sales Personal.